В прокуратуре Новгородской области состоялось заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса. В числе участников представители Россельхознадзора, Комитета ветеринарии и Роскомнадзора говорили о проблемах, возникающих при проведении проверок предпринимателей, подводили итоги. Так, например, Новгородский Россельхознадзор в этом году наложил штраф на 4,5 миллиона рублей, а также уничтожил почти 200 тонн санкционных продуктов. Ну, это в основном продукция, которая привезена и без документов, и с нарушением требований. Это наши предприниматели или предприниматели, которые тут пресекают? Нет, в целом. В целом? В целом, да. Роскомнадзор наложил штрафов на 2 миллиона рублей и составил более 600 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть из них в сфере связи. Об одном из случаев говорили подробно. В мае в Новгородской областной больнице практически полностью исчезла мобильная связь. Что крайне затруднило работу гнедперсонала, включая вызовы врачей в реанимацию. Есть такое у нас ООО «Газелькин», которое занимается перевозками. Они построили офис там рядом с больницей на берегу реки. Ну, арендовали его, ремонтировали. И поставили в своем офисе глушилку, то есть устройство, которое блокирует мобильную связь. После выявления пригласили представителей ПВД, они составили протокол, изъяли, но на следующий день опять поставили. Наиболее злободневный вопрос для новгородского региона – это долги перед предпринимательством и муниципальным заказчиком, отметил заместитель прокурора Новгородской области. По его словам, на сегодняшний день долги перед предпринимателями погашены на сумму более 400 миллионов рублей. Светлана Щербакова специально для Новгороди.ру